Доброго времени, уважаемый слушатель, приятно познакомиться. Меня зовут Костя Суханов. Я профессиональный актер, и сегодня мы вместе прочитаем очередную интересную книгу. В двух словах о том, как я решил записывать аудиокниги. Дело в том, что моя мать серьезно больная, у нее жизнь лежачего инвалида, а я перебрался в провинцию, чтобы заботиться о ней, и так уж вышло, что аудиокниги – это единственный способ творческой реализации. У меня не студия, это чисто мое творчество. Если есть возможность меня поддержать, помочь, улучшить качество записи, я оставлю номер карты в описании. Также оставлю контакты для обратной связи. Заранее сердечное спасибо за поддержку и конструктивную критику. Приятного прослушивания. Поехали. Уважаемый слушатель, привет. Это первое наше знакомство с автором, поэтому нам крайне важно будет ваше мнение, отзывы, конструктивная критика. В общем, давайте обсудим, давайте поймем, как нам это нравится. И поехали. Форт Рос 3. Настоящий русский вестерн. Вадим Александрович Силантьев. Настоящий русский вестерн. Это реальный вестерн, где действия происходят в Северной Америке. Лучше в прериях. Написывали российским литераторам и главные герои произведения россияне, сражающиеся с природными стихиями, отвратительными бандитами или жестокими индейцами. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЧАСТЬ ПЕРОЕ ОСЕННИЙ КАЛИФОРНИЙСКИЙ РАСЦВЕТ Солнце еще не поднялось из-за горизонта, но кучевые облака на востоке, сплошь золотые, либо золотисто-оранжевые, они растянулись на небосклоне дугой, между ними и землей голубое небо. Облаками подернут весь небосвод, чем дальше на запад, тем облака более серого цвета, мрачнее. Похоже, скоро случится дождь. Внизу, на равнине, сворачивают свой табор индейцы народа Мадок. Разбираются легкие походные типи, несколько лошадей, имеющихся у краснокожих, впрягаются волокуши, на которые грузятся нехитрые пожитки и доохотничьи трофеи. В основном вяленые оленины и звериные шкуры. Рядом вертятся собаки-туземцев. Одним словом, чехарда сборов. Мадоков немного, чуть больше четырех десятков. Это охотничья экспедиция, большинство мужчины, скво всего семеро, до четверо мальчишек-подростков. Ленивый ветерок слегка раскачивает ветви кустарников и пожухлые травы. По прозрачным водам спокойного ручья плывут, словно детские кораблики, одинокие желтые листья. А со всех сторон долиду окружают горы, величаво, вечно раскинувшиеся вдалеке по периметру. Собственно, сборы совершаются без особой суеты. Тепло. Практически все мужчины только в набедренных повязках и босиком. Лишь вождь, могучий лист, в замшевых ноговицах, украшенных по наружному шву редкой бахромой. На ногах расшиты иглами дикобраза мокосины. В волосах закреплено перо ястреба. На женщинах одеяний побольше, две скво, что постарше, в замшевых платьях, остальные только в кожаных юбках. У всех на ногах мокосины. Конечно же, краснокожие дамы украсили себя множеством пестрых бус, мошки ушей оттягивают яркие серьги, руки украшают симпатичные браслеты, сплетенные из всякого подручного материала. По окончании сборов индейцы разделились на две группы. Около двух десятков мадоков, включая трех подростков, выстрелились в цепочку. Легкой походкой двинули на юго-запад. Остальные возвращаются в родные земли племени, на северо-восток. Предводители отрядов задержались. Могучий лист протянул свое кремниевое ружье второму вожаку. «С вами, женщины. Оно тебе понадобится больше. На обратном пути на караван могут напасть воины враждебных племен. Поживиться за чужой счет всегда найдутся желающие». «Здешние племена слабее нашего народа. Если что, отобьемся», – самоуверенно произнес собеседник. В обмен он протянул лису охотничий дробовик русской работы. Российско-американская компания, сокращенно РАК, продавала индейцам только охотничье оружие, да и то единицы. Вождь взял дробовик, встряхнул и слегка мотнув головой произнес. «Да будем лошадей, вас догоним». «Поаккуратнее двигайтесь, не угодите в засаду». «Все будет правильно», – утверждающий несколько раз слегка дернул подбородком предводитель каравана. «Сами не забывайте об осторожности». Лидеры, вскинув на плечи ружье, единственное огнестрельное оружие экспедиции, разошлись. Второе. Еще не взошло солнце, а десятника охраны крепости Рос, урожденного табынского казака Калистрата Веревку, разбудил индейец Челдон Васька. Конечно, индейца звали как-то на вроде ворока тута-та-та, но выговаривать подобное имя русским обитателям крепости было муторно, и туземцы переименовали в Василия, а проще в Ваську. «Вставай, Атамана!» Индейец не очень хорошо изъяснялся на русском. «Сегодня немного плохо получилось». Продирая глаза после крепкого, но беспокойного сна, вызванного немало, надо сказать, количеством браги, употребленной вечером, казак с издевкой спросил. «Хм, ну чего там стряслось? Жить-то будем?» «Жить обязательно будем», отвечал Краснокожий. «Но лошадей нет». «Опаньки!» «Верховых лошадей увели, что ли?» Лицо веревки перекосило вспышка гнева. «Скольких увели-то?» «Всех». «Все три дюжины?» «Да». Смущенно закивал головой Индейец. «Вот и на!» озадачно произнес Калистрат, нахлобучивая на седую голову попаху, сшиту из лисьих шкур. «Этого еще нам как раз и не хватало. Лошадей дерзко увели из неохраняемого кораля, расположенного у самых стен русского острога. Индейец молчал, слегка покачивал головой. Лицо его ничего не выражало. «И кто такой борзый нашелся?» «Испанцы? Не могли?» «Цыган в Америке, считай, нет?» «Соседние индиане на лошадях не ездят?» «Пришлые какие, получается?» «Пришлые, да. Солнце придет, по следам разберемся. Моя, думать, то народ. Мадоки. Они иметь мало лошадей. У нас и воровать». «Мадоки боишь!» Сощурил горящий гневом глаза веревка. «Пожалуй, те алыяры могут. Все говорят, что они дюжи дерзкий народец. Опять же с конями общаться умеют. Только земли их от колонии нашей далеко на северо-востоке лежат». «Летом их отряды часто заходят на земли племен Шаста и Винтул. Однако нужно следы смотреть». Нарратив. 30 сентября 2000... какой-то год. Стралитамак. Сижу за письменным столом и пишу шариковой ручкой эту новеллу. За окном хмурый дождь собирается. «Глаза у меня непроизвольно слипаются, но хочется написать побольше текста. И вдруг слышу голос молодого нетерпеливого читателя. Оказывается, еще есть молодые читатели на Руси». «Допайте уже быстрее к драке переходите. А то эти описания и разъяснения... Ну, понятно же, что индейцы-мадоки у наших лошадей сперли». «Да-да», — поддакивает ему еще кто-то. «А кто вам сказал, что будет драка?» — встрепенулся ваш почти покорный слуга. «Россияне в Калифорнии старались избегать военных конфликтов». «Да ладно, старались они», — возражает тот же нетерпеливый собеседник. Индейцев заставляли работать на себя, силой пригоняя в колонию. Опять же, у наших было много вещей, вызывающих у краснокожих зависть. А главное, нравы-то были в те времена очень жестокие, особенно среди индейцев, которые, как ни крути, являлись дикарями. Ну, хотя бы относительно европейцев и русских. Ну что греха таить, даже людоедство среди амиридов можно было встретить. Собственно, про людоедство среди индейских племен Калифорнии упоминаний нет. На сегодняшний момент, в крайнем случае, возражаю. Зато упоминается, что некие бледнолицы, цивилизованные переселенцы, заблудившись в горах, чтобы выжить, прибегали к каннибализму. Ну, жизнь очень сложная штука. Так, никто же не спорит. Просто просьба, динамики добавьте. Ага, ага, поддакивает еще кто-то. Ну, хорошо, постараюсь. За окном загудел автомобиль, и ваш почти покорный слуга проснулся. Ну, или стряхнул дрему. Третье. Погоня двигалась с Рызцой на северо-восток уже четвертые сутки. Изначально конокрады Мадоки выигрывали у преследователей больше 30 часов. Сначала Калистрат потратил некоторое время, доказывая правителям колонии Рос, что обязательно нужно догнать похитителей. Иначе русские потеряют авторитет в глазах окружающих, как испанцев, так и туземцев. — Ваше благородие, Петр Степанович, — в который раз повторил табынский казак, — если мы не вернем лошадей, все в округе станут над нами смеяться. В ответ правитель недоверчиво мотал головой, щурился и возражал. Дескать, лишних людей нет для организации погони. Не дай бог, еще кого-то убьют. Раз, где взять хороших верховых лошадей? Два, самое главное, если погоня не настигнет конокрадов, то действительно русские превратятся в посмешащие округи. Не волнуйтесь, Ваше благородие, людей я соберу. Против дикующих хватит человек пять-шесть, лишь бы вооружены были ружьями да пистолями. Лошадей позаимствуем с наших ферм, что на реке Славянка. Тех красношкурых ханериков я словлю. Ух, обязательно, никуда они не денутся. Головой за свои слова отвечаю. Потом нужно было выпросить лучших лошадей у соседей. Хозяева боялись, что их коняги могут погибнуть от рук дикующих. Снарядить отряд, пусть даже не скоро, настроить людей на долгую, но победную погоню, и уж тем двинуться в путь. Людей веревка собрал быстро. Он взял своего подручного по охранной службе форта Ерёму, тоже из казаков, но сибирских, позвал присоединиться к погоне двух трапперов Янки, Манфорда и Эдгара. Собственно, его хороших приятелей. С ними-то он на медний вечер мы перебрал браги. У молодых трапперов мадоки увели их четверых лошадей. Парни те чаще всего охотились подли форта Рос, нередко подряжаясь в помощь русским в ловле окрестных индейцев для принудительных работ в немалом хозяйстве компании. Автоматом в отряд был включен Челдон Васька, отменный, кстати, следопыт и вояка. Также к погоне присоединились кузнец компании, русский родом из Колымских краев, вознамерившийся размять косточки, плотник Якубт и молодой крещённый русский индейец Ванька. Паренёк родился в колонии Рос, работал производителем кирпичей и тоже возжелал протрястись. Спустя несколько часов погони русских догнали три мексиканских пастуха. В реальности местные крещённые индейцы, которые выросли в католической миссии, а с упразднением оной нанялись работать на калифорнийца Ранчерса. Лошади у пастухов были неплохими, а вооружение слабенькое. Один кремниевый мушкет и два охотничьих лука. Правда, стрелы у мексов имели стальные наконечники. Также эта троица была вооружена плохенькими укороченными саблями. Впрочем, против маддоков всё перечисленное оружие следовало считать отменным, так как у конокрадов и такого не было. Узнав, что у русских дикие дерзко украли всех верховых лошадей, цивилизованные краснокожие с разрешения работодатели решили помочь соседям. Опять же, следовало обязательно наказать потерявших страх дикарей во избежание подобного. Верёвка гнал свой отряд вперёд, тратя минимум на привалы и ночёвки. Преимущество конокрадов-маддоков во времени таяло. Кавалькада двигалась по широкой тропе, пролегающей вдоль неглубокого оршин в двадцать каньона, на дне которого росло множество берёз с весьма толстыми прямыми стволами. Макушки некоторых деревьев на три-четыре метра возвышались над берегами каньона. Ряд берёзовых ветвей, обломанный ранее случившимися ураганами, Калистрат, пропустив вперёд свой отряд, приблизился к краю обрыва. Внизу простиралась не широкая долина, берёзы и купы кустов. Между ними зеленели прогалины, припорошенные жёлтыми опавшими листьями. Спокойное дыхание первозданной природы. У подножья стены каньона тянулась тропа. Вот над ней пролетел крупный коричнево-белый лесной голод. Несколько раз взмахнув крыльями, птица на бреющем полёте стала снижаться к земле. Красиво! У ног побитая желтизной лощина, а над тропой, широко раскинув крылья, планирует голод. Да уж, Америка, Америка, промелькнула мысль. А с другой стороны, стоило тащиться в эдакую даль за три девять земель, ведь и у нас в Башкирии такие же берёзы, такие же горы. Тавынский казак развернул коня и несколько мгновений спустя вновь возглавил кавалькаду. Гулко стучат лошадиные копыта по каменистой тропе. Смеркалось. Спины всадником дул приятный ветерок, тропа сделалась ещё шире и пошла под уклон. С калистратом поравнялся молодой Янке Манфред. «Я всё же не пойму», — произнёс траппер, «как мадоки, земли которых так далеко расположены от форта Рос, прознали, что лошади у вас практически не охраняются?» «А как?» — повернул к охотнику лицо казак. «Навёл кто-то. Скорее всего, какой-нибудь индеец, работавший у нас по принуждению. Парень затаил злобу и надоумил своих друзей-мадоков разжиться нашими лошадками. Нам отомстил и у разбойных индейцев завоевал авторитет. Не так уж далеко живут мадоки от крепости. Мы про них знаем. Единственный конный народ, дикующих в этих краях. Они о нас тоже много слышали от соседних племён. Лошадей у мадоков мало, вот и решили поживиться. Да, похоже на правду. Верёвка снисходительно хмыкнул, казак и американец общались на дикой смеси индейского межплеменного диалекта и ломаным испанском хорошо друг друга понимая. А так, как они были знакомы около двух лет, то вплетали в свои фразы выученные друг от друга русские и английские слова. Миновав каньон, погоня спустилась на равнину, высокие травы заглушали стук копыт, птицы пели свои вечерние песни, красное солнце готовилось скрыться за горами. Вскоре к отряду подскакал Челдон Васька. Он двигался впереди, выискивал следы конокрадов, ну и производил разведку. «Скоро будет небольшой ручей. Там можно переночевать», сообщил он Калистрату. «Лады», — мотнул седой головой старшей погони. «Бог даст! Завтра-послезавтра словим дикующих!» «Должны?» — усмехнулся в ответ Челдон. Одет он, как и русские казаки. Просторная длиннополая рубаха голубого цвета, да желто-зеленые шаровары, заправленные в сапоги. Его индейское происхождение выдавали из сине-черной волосы, смуглая кожа, головная повязка и широкий пояс из украшенной иглами дикобраза. Четвертое. Похитители лошадей в лагере Мадоков встретились ликованиями. Женщины пели хвалебные песни, мужчины радостно приплясывали, время от времени испуская победные кличи. Теперь их клан стал самым богатым в народе Мадоков. Столько лошадей не было ни в одном селении этого дерзкого народа Северной Калифорнии. «Слава могучему лису! Мы самые лучшие воины! Слава нам! Слава!» На радостях краснокожие устроили большой пир. Зажарили целиком трех оленей, специально добытых для праздника, а заодно и съели старого наглого кусачего большого пса, которого сварили в громадном чугунном котле. Этот котел привез индейцам белый торговец. Объевшись и наплясавшись, довольные Мадоки завалились спать. Правда, вождь могучий лиц все же выставил охранение. Часовыми назначили подростков. Им нужно было доказывать взрослым, что они достойны стать воинами. Дикая школа становления крепкого мужчины. Догорали праздничные костры, воплевывая с горящими искрами в черное небо, свистели цикады, изредка перекликались ночные птицы. Иногда вдали выли койоты. Ночные звуки не мешали спать похрапывающим сытым и счастливым индейцам. Дремали и охранники, положив возле себя боевые луки. Схрапывались треножные кони. Высокие звезды нехотя поглядывали на всю эту сонную долину. Могучий лис был уверен, что их не преследовали. Пока они догоняли свой охотничий караван, лис вместе с рассамахой, бродяга из племени Винту, который рассказал про плохо охраняемых лошадей, несколько раз возвращались по своим следам, проверяя, нет ли погони. Погоню они не обнаружили. Опять же, пару раз опытный вожак по несколько миль вел лошадей по руслу, попадающих по дороге ручьев, чтобы окончательно запутать след. Если эти беспечные длиннобородые, бледнолицые все же и устроили погоню, они нас потеряли. Подумал, засыпая, могучий лис. Пятое. До рассвета оставалось около часа. Серость пробуждающегося утра. Калистрат пояснил своим людям план действий. Сначала окружение спящего лагеря конокрадов. Троица пастухов-мексиканцев подкрадывается к табуну. И... Как только калифорнийцы угоняют лошадей, все остальные вскакивают и с криками «Сдавайтесь! Лежать! Не двигаться!» «Врываются в стобище!» «Держаться парами!» «Наставлял старшой!» «Друг друга прикрывайте!» «Тех, кто станет сопротивляться!» «Убивать!» «Но...» «Особо не летуйте!» «Пусть это и дикари!» «Это все ж, человеки!» «Есть возможность не лишать жизни!» «Щадите!» «Стреляйте в плечо!» «В бочину!» «Красношкуры должны растеряться с просони!» «Опять же с ними бабы!» «Те точно начнут со страха визжать и добавят паники!» «Сами не растеряйтесь!» «Мы их легко возьмем!» «Не впервой же!» «Да, Васька?» «Ага!» Утверждающий со спокойным выражением лица мотнул головой постоянный помощник Калистрата по поимке индейцев для принудительного труда на землях русской колонии. Пары старшой погони распределил следующим образом. Первая. Траперы Янки. Вторая. Казак Ерема и молодой русский индейец. Третья. Кузнец Колымчанин и плотник Якут. Ну и четвертая. Сам Веревка и Челдон. «С Богом!» прошептал Калистрат, поглубже надвигая по паху, и преследователи расползлись, окружая табор конокрадов. Давно погасли угли праздничных костров. Уже запели ранние утренние птахи, спокойно тянулись к востоку травы, кусты и редкие деревья. Лагерь дерзких индейцев спал самым сладким утренним сном. Даже лошади дремали. Шестое. План Калистрата сработал безотказно. Мексиканцы, пристрелив из луков двух охранников-подростков, легко угнали табун, пашися поблизости. Утреннюю тишину взорвали их ковбойские кличи и бешеный топот перепуганных лошадей. И сразу, с дикими криками, со всех сторон в лагерь ворвались разгневанные преследователи. Раздалось несколько оглушительных выстрелов, и три краснокожих, в панике резко подскочившие со своих одеял, обливаясь кровью, ранеными свалились на землю. Калистрат, выстрелив в воздух из кремниевого пистолета, заорал на межплеменном диалекте, прикрывая весь случившийся гамм. «Вы окружены! Кто хочет жить, бросайте оружие на землю! Руки поднимаем к небу!» Могучий лис не собирался сдаваться. Он разрядил свое ружье в ближайшего нападавшего, но промахнулся. В тот же миг воздух, уже наполненный пороховым дымом, со свистом рассек страшный кнут табынского казака. Кровавый рубец, перечеркнув мощную грудь лиса, лишил его сознания. Серьезное сопротивление оказали еще трое конокрадов. Желтый волк, второй лидер тростнокожих, успел выпалить из дробовика в Якута. Выстрел отшвырнул компанейского плотника назад. Подданный рак упал навзничь, вырынул ружье и, раскинув руки, распластался на земле. Перед глазами плотника вспыхнули искры, воздух совершенно не желал поступать в отбитые легкие. Тело онемело, накатил страх смерти. «Он меня пополам разорвал», — мелькнула паническая мысль. Его напарник-кузнец сразу выстрелил в ответ, сразив на повал храброго дикаря. Отбросив дымящийся мушкет, русский склонился над плотником. «Братуха, как ты? Как ты?» Другой мадок, подхватив левой рукой копье, выпавшее из рук раненого соплеменника, перекинул его в правую и метнул в русского индейца. Оружие вонзилось в рот молодого парня. Окровавленное острие показалось из затылка. Парень упал на колени, одной рукой он ухватился за древко, а второй оперся о землю, дернулся всем телом и, сразу как-то обмякнув, опрокинулся в пыль. Ответная пуля Ерема успокоила навеки краснокожего копейщика. Винт у Росомаха, издав пронзительный военный клич, метнул тамагавк, весьма редкое оружие у индейцев Северной Калифорнии, в перезаезжающегося свою кентуккийскую винтовку охотника Манфреда. Но тот, предупрежденный страшным индейским воплем, поймал топорик за рукоятку. Сила броска винту была такая, что рука бледнолицего содрогнулась, приняв положение для ответного удара. Стальное острие метательного оружия было повернуто в сторону траппера. Манфред резко метнул топорик. Тамагавк полетел обухом вперед, посредине дистанции между врагами оружие перевернулось, и лезвие вонзилось глубоко в глаз хозяина. А рукоятка топорика торчала вверх. Брызги крови. Сделав шаг назад, индеец рухнул в траву. Мадоки были ошеломлены. Их окружили многочисленные чужаки с оружием на изготовку. Раскаты выстрелов. Огонь издул мушкетов и винтовок. Пороховой дым. Смис смертельного свинца. Добавили паники скво. Как и предупреждал веревка, бабы завизжали и бросились в рассыпную. Под шумок, прикрываясь женщинами с поля боя, постарались сбежать с десяток туземцев. Некоторые из них стреляли на бегу из луков. Мадоков останавливали пулями и стрелами. Пришли на подмогу два мексиканских пастуха. Кто-то из краснокожих упал в траву, кто-то повернул назад. Однако, как минимум пятерым, горе-воякам удалось прорваться. Дали убежать и двум скво. «Бросай оружие!» Снова зарычал веревка. «На колени!» Лождь Мадоков и самые дерзкие его бойцы повержены. Кругом кисловатый запах горелого пороха. Под ногами тела убитых и раненых. Конокрады сдались. В этот момент очнулся плотник Якут. Кожаный доспех с металлическими пластинками на груди, которые россиянин взял в арсенале крепости, уберег его от преждевременной кончины. Пострадавший отделался серьезными, но не смертельными ушибами. Сначала плотник медленно поднялся на колени, опираясь руками о землю. Затем с хриплым вздохом распрямился и, ухватившись за протянутую руку напарника, колымчанина, встал на ноги. Принял православие, работал на компанию, перенимал российский образ жизни. Он даже одевался по-русски. Носил полотненные штаны и рубаху. Хорошо хоть, что убиенный местный индианин успокаивал себя веревка. А ежели это был бы кто из наших... Суд над побежденными калистрат провел скорой. Все вещи мадоков, включая даже личные, плохенькие стальные ножи, были конфискованы. Правда, он оставил краснокожим немного вяленого мяса. Обоих уцелевших подростков казак взял работниками в крепость. Молодые. Глядишь, приучатся к нашей жизни. Одну пойманную скво отдали якуту. Ну, тот очень просил. Еще двух индианок получили в награду пастухи-мексиканцы. Разумеется, женщин выбирали тех, кто помоложе и попривлекательнее. Лису и еще трем самым матерым краснокожим накрепко связали руки. Их старшой решил доставить в форт Рос на суд правителя Костроминова. Одного из серьезно раненых мадоков. В назидание, ну и для устрашения, так сказать, повесили на ближайшем дереве. Индейских лошадок в виде премии калистрат распределил всем участникам экспедиции. Выделив одну родителям погибшего русского индейца. Ну, продадут или обменяют хоть какая-то компенсация. Остальных пленных мадоков после показательной казни веревка отпустил. Объяснив на межплеменном диалекте самому старшему из них. Мол, оставит им несколько луков со стрелами, ну и пару копий, ножей на краю поляны. Но если те еще раз попадутся с враждебными замыслами, он их всех перевешивает. Спустя пару часов движения в Освояси, калистрат действительно распорядился, чтобы Васька развесил на кустарнике с полдюжины колчанов. Там же оставили три копья с каменными наконечниками, ну и парочку самых плохеньких стальных ножей. А не маловато оставляем оружие такой толпе дикарей? Поинтересовался Манфред, вытирая рукавом замшелый охотничьей куртки, вспотевший лоб. Обеденное солнце уж очень припекало. В самый раз усмехнулся табынский казак. Остальные дубинки себе наломают. Будут знать, как идти супротив русских. Мы могли бы вообще и ничего бы им не оставлять. Тем более, настоящее туземное оружие с удовольствием покупают заходящие в гавань моряки. Ну, или того похлеще. Просто всех перевешать, как конокрадов. Эдак поступают в любых странах с подобными воровайками. Ну да, мотнул головой в знак согласия молодой траппер. Восьмое. На первой ночевке к веревке подошел Якут. Старшой, глянь, чем в меня вместо дроби шарахнул дикарь. На заскорузлой ладони плотника лежало несколько мелких золотых самородков. Ну-ка, ну-ка, казак взял в руки золото. Это ты наковырял со своего доспеха? А-а-а. Ха-а, мотнул головой калистрат. Свинца у индейцев мало. У бродячих белых торговцев он стоит... Хм, не дешево. А золото? Золото завсегда можно найти в реке. Золото в горах всегда есть. И у вас в Якутии оно в горах есть. И у нас в Башкирии. Однако сыскать его... О, как нелегко. Он небрежно сыпал драгоценные крупицы назад в ладонь плотника. Об этих крохотных самородков вскоре забыли. Да, как случаи, когда индейцы использовали золотые самородки вместо свинцовых пуль, бывали в Америке не самыми редкими. Девятое. Погоня возвращалась не спеша, равняясь на скорость индейских лошадок, тянувших волокуши с вяленым мясом и шкурами. Пленных гнали пешим ходом. Мужчинам руки не развязывали. Индейских же мальчишек на привалах и ночевках на время освобождали от пут. Те кормили и поили взрослых соплеменников. Через день мексиканские пастухи отделились от кавалькады и, забрав свою долю добычи, ускакали вперед. Еще через день отделились от россиян охотники-трапперы. Погода стояла чудесная. Тепло, светло и мягкий, приятный ветерок с весьма близкого океана. Калистрат поравнялся с могучим лисом, придержал коня. «Лис!» — обратился он к Мадоку. «Ты случайно не знаком с весьма известным вождем Анаукана?» «Сказывали, что его бродячий клан частенько кочует в ваших землях». Индеец молча шагал вперед. «Оглох, что ли?» — хмуро хмыкнул казак. Пленный вождь Мадоков молчал. Веревка больно ткнула индейца кнутом. «Язык проглотил!» Лицо казака перекосила вспышка злости. «Я с тобой, нехристем, по-хорошему разговариваю. А ведь могу и по-плохому!» Он с силой ткнул пленного в висок кнутом. Индеец даже потерял равновесие и, чтобы не упасть, пробежал пару шагов вперед. «Так ты слышишь меня, лис?» «Или как?» «Знаком с Ануана?» «Ануана мой друг. Он действительно бывает в моих землях». Нехотя ответил пленный, рассудив, что если и дальше будет молчать, главарь бледнолицых и забьет его. А ему и без того было тяжко поспевать за лошадьми, и свежий шрам через всю грудь побаливал. «Вот, другое дело!» — оскабился казак. «А то он мне гонор тут свой демонстрирует!» Впереди заблестела на солнце своими водами небольшая речушка. Старшой Кавалькады крикнул ехавшим в голове колонны. «Поворачиваем к реке!» И вновь повернулся к пленнику. «И где сейчас кочует племя Ануанны?» «Не знаю. Где-то недалеко». «А на эту зиму Ануанна не собирается к тебе в гости?» «Может быть, придут. Они охраняют границы наших земель». «О как!» «Хорошо!» — казак похлопал кнутом по голенищу сапака. «Значит, может объявиться в твоих землях!» Мадок промолчал, только сильно выгнал назад спину и чуть приподнял связанные за спиной руки. «А есть у Ануанна двухствольный пистолет!» Индеец пристально посмотрел на казака, обратил внимание на приметное ожерелье с золотой монетой и двумя небольшими перламутровыми раковинами. Ануанна гордится своими двухствольными пистолетами. Он даже не согласился обменять его на отличного коня. Караван вошел в тень деревьев, росших вдоль речушки. «ПРИВАЛ!» — прокричал старшой пару раз, крутанув над головой кнутом. «Теплый, почти жаркий осенний калифорнийский день». Десятое. Всю дорогу до ночевки калистрат хмуро молчал. Ночью спал мало, после полуночи отправил дежурившего Ерему спать, а сам подсел к лицу. «Слышь, вождь!» — слегка носком сапога пнул он Мадока. «Ты слово держать умеешь?» «Я воин». Воин всегда отвечает за свои слова. «Ладно мне тут песни петь!» Он не помолчален, дед сел, ноги у него на ночь были связаны. «Если я отпущу тебя, выполнишь мою просьбу?» «Какую?» «Передашь, Анна-Уанна, порох, пули и табак от меня!» Глаза казака блестели в темноте. «Если отпустишь нас всех, передам!» Спокойным голосом произнес могучий лис. «Мальчишек из КВО не отпущу!» «Передам!» После некоторой паузы вымолвил индейский вождь. «Лады!» «Поднимай своих людей!» «Калистрат отвел четверку связанных, пута на ногах он им разрезал, мадоков на дальнюю опушку леса. Снял с плеча замшевую сумку индейской работы, одел ее на шею вождю. «Здесь подарок для Анны-Уанна!» «Я знаю, кто ты! Я знаю, кто подарил двуствольный пистолет моему другу! У тебя такое же ожерелье, как и у Анны-Уанна!» «Ладно!» – махнул рукой казак. Он достал из-за голенища нож, воткнул его в ствол дерева. Молча развернулся и ушел к стоянке. На утро веревка объявил, что конокрады сбежали. Ну, мол, не доглядел. Казак Ерема и Челдон Васька не поверили словам предводителя, но промолчали. ЧАСТЬ ВТОРАЯ ТЫСЯЧА ВОСЕМСОТ ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ГОД ПЕРВАЯ Прошло чуть больше года после описанных ранее событий. Середина октября. В Северной Калифорнии осень. Вернее, начало осени. Конечно, пожелтели травы и листва, завяли некоторые цветы, но до настоящей осени еще далеко. Погода стояла комфортная, как говорится, тепло, светло, и мухи не кусают. Давно перевалило заполдень. Калистрат и Васька делали обход пасущихся практически без присмотра коровьих стад компаний. Быков и коров в колонии Рос насчитывалось более тысячи. Все рядом лежащие с крепостью земли были распаханы под пшеницу и чмень. Поэтому скот вы пасали на дальних полянах и лужайках, не очень пригодных для земледелия. Рабочих рук в Росе, как всегда, не хватало, вот и паслись коровки без должного надзора. Время от времени, чаще всего веревка, иногда и ерема, объезжали те, по сути, беспризорные стада, иногда собирая в кучу разбредавшихся животных и подгоняя ближе к русским поселениям. Сегодня настроение у веревки не самое радужное. По дороге он решил поохотиться на горных баранов, но те, в силу своей упрямости, нагло ускакали от стареющего охотника выше в горы, чем и огорчили нашего героя. Оставалось проверить. Самые дальние стадо компании коровы паслись в горной лощине и убежать оттуда в принципе не могли. Уже издалека на подъезде к хитрому пастбищу проверяющие заволновались. Над лощиной кружили вороны и стервятники. «Опа!» воскликнул веревка, заметив неладное. «Что там еще такое?» Садники пришпорили своих скакунов и вскоре оказались на месте. Увиденное превзошло все ожидания. «Тьфу!» В силах сплюнул казак. «Но что за день сегодня, поганый!» Все стадо, не менее сотни голов, было перебито какими-то злодеями. Совершившие столь подлую акцию покинули место преступления, оставив тела умершвленных животных на растерзании хищников. Чем те и не замедлили воспользоваться. Туши несчастных бычков и коров терзали волки, койоты, лисицы, вороны и грифы. Тут всем хватало вкуснейшей пищи, поэтому хищники даже не мешали друг другу. Посреди поляны неторопливо поедал молодого бычка медведь-гризли. Ближайшие от него туши обрабатывали птицы-падальщики, зная, что если что, то сразу улетят. Дальше лакомились волки, с полсотни их сюда набежало. Потом уж койоты и лисицы. В отдалении лакомилась свежатинка и крупная пума, вокруг которой тоже подчевались только что стервятники. А на въезде в долину пировала росомаха. Ну а воронью, конечно, было все нипочем. Окровавленные туши животных, некоторые из которых вороны просто облепили, перемазанные кровью пирующие хищники. И никто из них не собирался убегать при виде всадника. Зрелище не из приятных. Лошади наших объездчиков пятились и нервно всхрапывали. Второе. Вот так вот, да? Никому не обращаясь, произнес веревку. Это кто-то из красношкур их нам подгадь. Отомстил. Чалдон только покачивал острым подбородком, мрачно прищурясь. Эх, вот что, Вася, продолжил халистрат. Поищи следы злыдней. Разберись, что к чему. Пойми, куда эти нехристи ушли и возвращайся в острог. А я уже поехал. Нужно погоню собирать. Бандюк-то было не меньше десятка, иначе бы они всех поголовно коровушек не перебили. Так просто. Оставлять подобное лиходейство нельзя. Индеец мотнул головой в знак согласия. Казак резко развернул коня, ускакал. Довольно рычали сытые хищники. Им сытно вторили хищные птицы, накружавшие ващину многочисленные деревья и о чем-то нехотя перешептываются. Третье. Погоню калистрат собрал быстро. Веревка взял с собой верему, известного уже нам плотника якута. Как догадывается прозорливый читатель, индейец Челдон был при погоне следопытом и разведчиком. Он сообщил табынскому казаку, что злодеев семеро. Все на конях, которых аж девять голов. Враги гонят перед собой трех годовалых телят, взятых из уничтоженного стада. Поэтому скорость движения у них средненькая. И дня через два погони их настигнет. Очень похоже, что совершили этот подлый акт возмездия мадоки. Они больше некому, усмехаясь, произнес Веревка, поправляя на голове папаху. Хм, я что-то не слышал, чтобы местные индиане пользовались лошадьми. Хотя то могли быть индейцы из упраздненных католических миссий. Те, да, умеют обращаться с коняшками. Не все, конечно. Так, единицы. Иконократством некоторые из них балуются. Но энти до наших коров перебили. Значит, точно мадоки. А верховодит у них наш знакомец Лис. Помнишь его, Ярема? Подручный десятник мотнул бородой. А-та! Сыкнул край март табынский казак. Четвертое. Могучего Лиса опять подвела обеспеченность. На каждой ночевке мстители, а мадоки вернулись, чтобы посчитаться с русскими, съедали по бычку. Бычок гора мяса. Но для индейцев всемиром скушать корову за раз плевое дело. Индеец умел есть впрок, как волк или иной хищник. Имеешь мясо, поедай дорвоты. Поглотив последнего бычка, опьяненные съеденными мадоки начали отключаться в сон. Лис, как настоящий лидер, взял охрану лагеря на себя. Он поднялся на ближайший взгорок, и там, положив на колени недавно добытое ружье, в полудреме старался следить за окружающей местностью. Все было спокойно, как всегда. Ночные голоса хищных зверей не напрягали. Весьма теплая и спокойная калифорнийская ночь. Под утро, поплотнее укутавшись в шерстяное трофейное одеяло, рис ненароком заснул. Тут-то его и скрутил челдом Васька. Остальных повязали калистрат с подручными. Но не зря мадоки считались лучшими воинами Северной Калифорнии. Двое из шестерки Мстители попытались оказать сопротивление, выхватив кремниевые пистолеты. Однако, разве спросо не реакция? Сопротивлявшиеся мгновенно погибли от рук нападавших. Россияне не ожидали, что у индейцев есть пистолеты, поэтому били на поражение одного навеки успокоил калистрат, буквально разрубив своей страшной плеткой. Второй скончался от пуль Ерема Якута. Собственно, следует пояснить кажущуюся нам беспечность мадоков. В те времена мадоки мыслили гораздо проще, ну, наивнее, что ли, белых людей. Мадоки вдобавок еще и практически не контактировали с бледнолицами, плохо представляя, на что те способны. Это как сравнивать мышление современного подростка и взрослого, скажем, сорокалетнего человека. Подросток может превосходно играть в шахматы, отлично разбираться в компьютерах и гаджетах, прилично знать иностранный язык, причем не один. Но жизненный опыт взрослого, без напряжения чаще всего, раскроет все житейские хитрости юного создания. Так случилось и с могучим лисом, которому в тот момент было лет 35. Предводитель Мстителей не сомневался, что если бы была за ним погоня, он сбил ее со следа, так как применил весьма хитрый трюк. Краснокожие перебросили через неширокое ущелье несколько поваленных деревьев, перевели через этот импровизированный мост лошадей и бычков, тщательно ликвидировали все следы к переправе за несколько десятков метров, перешли на другой берег и сбросили мост в пропасть. Но опытный следопыт Челдон, которому давно перевалило за 40, знал тот индейский прием, как и немало других, и вскрыл хитрость Мстителей. А веревка, который был постарше Василия, распорядился идти прямо в сторону земель Мадоков, игнорируя ловку с разрушенным мостом, и действительно, спустя некоторое время Челдон Васька вновь обнаружил следы преследуемых. Потом случилось очередное пленение могучего лиса. Пятое. Подвесив за ноги трупы Мадоков, подданный Рак собрались в обратный путь. Индейцев со связанными за спинами руками усадили на их же лошаденок, связав ноги под брюхами скакунов. Самым скакунам набросили на шеи веревки, которые прикрепили по две к седлам Якута и Ерему, связанного вождя конвоиру калистрат. «Ну что, допрыгался воекка», скривил в усмешке рот старшой погоник. Вожак мстителю, стремив глаза вдаль, молчал, олел восход. Беспечные птахи пели свои утренние песни, не обращая никакого внимания на жестоких людей. Где-то через пару часов скачки веревка спросил лиса. «Подарок тому и передал». После некоторой паузы вождь мадоков слегка мотнул подбородком. «Вот и хорошо». И тут маска безразличия слетела с лица лиса. В глазах его сверкнул злобный огонек. «Ану она не считает тебя отцом. Он сын своей матери индианки». Табынский казак подняв правую руку остановил оскорбительный поток слов. «Да знаю, знаю. Подарок то мой он взял». Некоторое время казак и вождь молчали. Лошади их наросили рядом. Но словесный выпад индейца все же задел калистрата. «Жадный и неблагодарный ты», вновь заговорил веревка. «Ограбил и, надо полагать, убил белого охотника. Захватил аж тюк бобровых шкур. Взял две лошади, оружие, ружье и пистолеты уже поделили между собой люди калистрата. Еще и кучу полезных вещей поимел. «Нет, все мало тебе, пришел к нам мстить, а я ведь тебя пожалел, людей твоих отпустил. вы убили семь наших братьев, забрали наших лошадей и охотничью добычу, забрали двух наших мальчишек и трех женщин, повесили одного из нас». Не сдержался лис, лицо его горело лютой ненавистью. «Хе-хе-хе-хе», фыркнул веревка, «это вы украли наших лошадей, я должен был за это вас всех перевешать». «А вот, отпустили». В ответ вождь только зло сверкал глазами. «Допрыгался ты, говорю», продолжал калистрат, «теперь пусть Костромитинов решает ваши судьбы, он нянчиться с таким варьем не станет». «Эх, да и я вам заиньте два раза всыпал неплохо». «Глядишь, и отучатся Мадоки появляться вблизь нашей колонии, а ежели до кого не дошло, я ведь еще всыплю». Вождь Мадоков молчал, замолчал о старшой погоне, давно взошло солнце, радостно пели птицы свои дневные арии, жужжали насекомые, по долине окрашенной в осенние цвета в сторону ближайшего горного хребта размеренной рысцой движется вереница всадников. Мягкий, бодрящий ветерок развивает конские гривы и хвосты, играется с опавшей листвой, слегка колышет ветки кустов и редких деревьев. А в вышине парит огромный калифорнийский кондор, размах его крыльев больше трех метров, а в небе не облачко. Шестое. Правитель колонии РОС Петр Степанович Костромитинов решил сослать разбойников Мадоков на север, в Новоархангельск, столицу Русской Америки. Он рассудил так. Рабочих рук в компании не хватает. Если Мадоки будут работать на Аляске, значит, выживут. Нет, их проблемы. О чем было и объявлено пленным. Пока ждали попутное судно, арестантов разделили на две группы. Лисы и еще одного Мадока, самого здоровенного и сильного, заковали по настоянию калистрата веревки в колодки и на ночь запирали под лестницей в сторожевой башне. Остальные трое большую часть времени сидели связанными в дальнем углу крепости. Калистрат оказался прав. Троица разбойных Мадоков все же сбежала. Помогли с побегом два плененных ранее мальчишки, которых в крепости использовали на всяких подсобных работах, особо не притесняя, но с ними убежала и скво Якута. Та самая награда за участие в экспедиции по возврату лошадей. Дождливой ночью беглецы ушли пешком в горы. Погоню не снаряжали, пеших в горах найти практически невозможно, к тому же дождь смыл все следы. Вот волчата, посмеивался урожденный табынский казак. Два сопляка, а такой хитрющий план придумали, и сами ушли, и старших собратьев своих выручили. Ну, думаю, теперь и чемодоки будут стороной обходить наши земли. Могучего лиса с соплеменником вскоре увезли на север. Что случилось после с дерзким но неудачливым вождем индейцев история умалчивает. Однако с тех пор мадоки никогда не показывались вблизи русской колонии. По теме нарратив. Надеюсь, я удовлетворил нетерпение молодых читателей, если еще таковые остались. История получилась весьма лаконичная, а главное с драками. Итак, последние аккорды, вернее, последние предложения этой новеллы. В середине ноября в Форт Росс явились с трофеями охотники-трапперы Манфрунд Эдгар. Обменялись во строге добытые меха на порох, свинец, табак, чай и прочее. Попили с веревкой Еремой браги, которую казаки производили в приличном количестве. Рассказали, что слышали и видели скитаясь по Северной Калифорнии. Кстати, вдруг произнес нетрезво улыбаясь Манфред, поговаривают, что наш комендант собирается возвращаться в вашу холодную Россию. Ну, не такую уж и холодную, отвечал табынский казак. Однако, есть такой слушок, мол, Кострометинов домой собирается. Хм, свято место пусто не бывает, другого пришлют, вставил Ерема. Это точно, поправил свой вечный попах калистрат. На улице шел проливной дождь, гремел гром, сверкали молнии, осенний калифорнийский вечер вступал в свои права. До продажи форта Росс оставалось три года и несколько дней. Ну, и пару слов от меня по традиции. Ну, во-первых, форт Росс принадлежал России до продажи Аляски Америки. Новелла эта будет выложена эксклюзивно для YouTube. Больше ее нельзя будет послушать нигде. Автор новый, поэтому я с нетерпением буду ждать твоего читателя, именно твоего мнения. Пожалуйста, поделись конструктивной критикой. Также хочу сказать, что свое творчество я посвящаю Аленушке Сухановой. Об этом все знают, это тоже уже традиция. Я очень рад был, что мы снова встречаемся и по поводу качества. Я, пожалуй, большего уже выжить из этого оборудования просто не смогу. Когда когда-нибудь мы вместе накопим на новые и тогда уже будем новые качественные вершины штурмовать, так сказать. Ну что ж, Костя Суханов для вас читал. До скорых встреч. Теперь нам надо выбрать и записать какую-то еще новую книгу. Увидимся, слушатель. С приветом, с актерским приветом.